В эфире Инфографика. Программа с максимальным количеством полезной информации на квадратный сантиметр экрана. Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в Казани может по праву считаться одним из самых компактных чемпионатов мира. Ну посмотрите сами, 3 из 4 соревновательных объектов плюс место, где будет проходить церемония открытия и закрытия расположены практически на одной улице. Плюс до 4 соревновательного объекта можно добраться за 6 минут на машине, ну или за 15 на велосипеде. С него-то и начнем. В акватории реки Казанка во время чемпионата пройдут соревнования по плаванию на открытой воде и хайдайвингу. Для этого от стен Кремля до дворца бракосочетаний Казан проложат специальную водную трассу с кругом 2,5 километра, а также сделают временную 27-метровую вышку для соревнований хайдайверов. Стадион Казан-Арена на время чемпионата мира приютит у себя лучших пловцов и синхронисток нашей планеты. Для этого до 10 июля внутри стадиона будет смонтировано два 50-метровых бассейна, а также достроены временные трибуны. Ну и, наконец, две наиболее близко расположенных друг другу арены. Это дворец водных видов спорта, где будут проходить только прыжки в воду, и арена для водного пола, где будет проходить... Сами догадайтесь, что. А еще во время чемпионата будут задействованы 4 тренировочных объекта, а жить спортсмены, члены делегаций и другие клиентские группы будут как в деревне-универсиады, так и в гостиницах города. И напоследок осталось предупредить вас, чтобы в июле или августе вы случайно не пришли встать нефть-арену покататься на коньках. Здесь 24 июля и 9 августа состоятся церемонии открытия и закрытия. Это была инфографика чемпионата. Цифры знают все.